Вопросы, касаемые установления пониженной ставки налога на прибыль организации для отдельных категорий налогоплательщиков, рассмотрели сегодня депутаты окружного собрания. Так планируется внести изменения в 88-й окружной закон в части предоставления льгот организациям, участникам консолидированных групп налогоплательщиков. Это организации, которые объединяются для совместного использования обязанностей по уплате налога на прибыль. О том, что это даст бюджету Ненинского округа, расскажет Алина Вучейская. Изменения коснутся перечня направлений, которыми могут заниматься организации, участники консолидированных групп налогоплательщиков. В список направлений их деятельности добавится добыча и переработка природного газа и организация перевалки грузов. На сегодняшний день КГН, как институт права и налогов, исключительно выгоден для Ненинского округа. Он позволяет собирать больше налога на прибыль, нежели мы бы собирали, если бы КГНа не было. Также шла речь о внесении изменений в законопроект об установлении пониженной ставки налога на прибыль организации для отдельных категорий налогоплательщиков, которые позволят применять пониженную ставку крупным инвесторам, которые осуществляют наиболее капиталоемкие виды деятельности. Это добыча полезных ископаемых, вся деятельность в сфере транспорта, производства электроэнергии, а также деятельность по переработке, утилизации, сбору отходов производства и потребления. Чтобы получить эти льготы, инвесторы должны ввести на территорию Ненинского округа основные фонды стоимостью не менее 1 миллиарда рублей. При вводе фондов от миллиардов до трех льгота будет предоставляться на один налоговый период, от трех до пяти миллиардов на два налоговых периода, от пяти до десяти миллиардов на три, свыше десяти миллиардов на четыре налоговых периода. По словам руководителя Департамента финансов и экономики Ненинского округа Татьяны Ладвиненко, эти меры способствуют улучшению инвестиционного климата в регионе. Инвестиционный климат создавать надо. Нам нужно думать о будущем, о 20-х годах все-таки, потому что в сегодняшний момент рассчитан на инвестиции, они просто так не будут, они должны быть уверены, что вкладывая что-то получат и отработают это. Мы закладываем сейчас базу для будущего, чтобы у нас были инвестиции действительно 179 миллиардов. Обсудили необходимость внесения изменений в закон о развитии ипотечного кредитования. Она связана с тем, что основная очередь в рамках окружной программы, в которую входят в том числе и молодые семьи, почти не двигается. Сейчас в ней стоят более тысячи человек. Это происходит потому, что субсидии по ипотеке предоставляются первоочередникам, многодетным приемным семьям и семьям, воспитывающим детей инвалидов. Поправки в закон предусматривают распределение бюджетных средств по программе жилищного кредитования в размере 50 на 50. Половину денег планируется направлять на общую очередь и половину на первоочередников. Это только плюсы, так как действительно есть много к нам обращений с тем, что основная эта очередь не двигается. И мы понимаем, что сегодня сложности есть с доходной частью нашего окружного бюджета. Поэтому тех средств, которые бы помогли или дали возможность удовлетворить всех, все заявления, я уже сказал, что это более тысячи человек, наверное, это нереально. Поэтому надо средства, имеющие в окружном бюджете, направляем на эту программу, делить поровну. Планируется, что законопроект со всеми изменениями вступит в силу с 1 января 2016 года. Халина Волучейская, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.